Зовут меня Смирнова Ирина. Я буду у вас вести вот такие практические занятия по работе ВКонтакте в социальной сети и по работе привлечения клиентов и партнеров в ваш бизнес. Я интернет-предприниматель, член директоров международной социальной сети Альт-Клуб. Ну и я уже, как я думаю, что все уже знают, я по жизни системщик. Поэтому я пытаюсь все всегда выложить в какую-то систему. И очень хотела бы, что эта система, так сказать, у вас тоже выкладывалась в голове, потому что без системы мы с вами никуда не пойдем. Вот и сегодняшнее наше занятие будет посвящено системе. Итак, приступаем. Но первое, что мы должны с вами решить, это мы приглашаем в бизнес. Я прошу прощения у тех, кто был на предыдущем занятии. И я немножечко повторюсь по той тематике, которую мы были на диагностике. Значит, что такое бизнес? Давайте еще хорошо у себя уложим в голове. Бизнес – это в переводе с английского языка. Это дело предприятия, которое мы с вами должны, если мы его имеем в руках, то мы должны его развивать. А для чего мы это делаем? Мы это делаем исключительно для того, чтобы получить прибыль. Иначе говоря, наше дело будет успешным только в том случае, если оно будет завершено. То есть если мы получим результат. А результатом нашей деятельности – это направленное систематическое получение прибыли. А теперь посмотрите на последние строчки вот этого слайда. От чего это прибыль? Это прибыль от производства и продажи товаров и оказания услуг. Вот что самое главное мы должны с вами сделать. Мы должны с вами создать такую систему в нашем бизнесе, чтобы от начала нашей системы мы могли запросто перейти к получению прибыли. Итак, значит, бизнес. Мы говорили, что мы должны участвовать в бизнесе. Вот сейчас я прошу вас всех ответить на такой вопрос. Участвует ли вы на сегодняшний день в бизнесе? Ну, а я прошу, опять же, не торопиться с ответом. Почему? Потому что для нас сейчас самое главное – это определить, действительно ли у нас есть в руках бизнес или нет. А как мы это можем определить? Мы это можем определить в результате той оценки прибыли, которую мы получаем. Вот посмотрите, я сейчас вам покажу вот такую шкалу и посмотрите на нее внимательно. Вот если вы считаете, что вы участвуете в бизнесе, но у вас прибыль замечательная, то есть у вас бизнес – это всегда начинается с чего? Бизнес в любом случае – это мы сначала вкладываем деньги. Какой бы бизнес у нас ни был, на земле интернет бизнес, ну, любой, какой бы мы с вами ни создавали, там, самый маленький, там, какой-то совершенно домашний бизнес или какой-то очень крутой, такой, серьезный, там, с производством и так далее. В любом случае первое, что нужно сделать – это нужно иметь ресурс денежный. И эти деньги нужно вкладывать. Так вот, естественно, что первый, второй год, особенно в большом бизнесе, прибыли, конечно, нет. Но все равно такой шкалой, которая может показать, действительно у вас работает бизнес или нет, это обычные, элементарные вот такие три понятия. Первое понятие – вы превысили денежный поток в обратную сторону, то есть вы получили прибыль, и вы превысили те расходы, которые вы сделали тогда, когда начинали этот бизнес. То есть в этом случае тогда вы мне в чате поставите десятку, да? Если это действительно очень хорошая, ну, такая серьезная прибыль, там, в несколько раз она превысила то, что вы вложили в этот бизнес. Вторая оценка – это пятерка. Это если вы вложили что-либо в бизнес, да, и вот сейчас у вас расходы и прибыль, они как бы находятся на нуле. То есть вы той прибылью, которую получили, покрыли те расходы, которые вложили в этот бизнес. Тогда вы ставите в чате пятерку. Если же у вас только расходы или прибыль такая, что она, ну, никак пока не покрывает те расходы, которые вы сделали, то тогда вы мне ставите ноль. Вот теперь я прошу вас поставить эти оценки в чате. И мы посмотрим, у кого, вот, пятерки есть, это уже радует. Пятерки есть, но и нулей у нас много. Но все-таки процент, вот, надо будет потом, я посмотрю, просто ради интереса даже. Практически, наверное, один к одному, потому что вот Ася Антипочкина вообще десятку имеет. Молодец. Ну, как-то больше все-таки превалирует у нас нули. Ну, вот, значит, вы пришли вовремя туда, куда надо. Мы с вами сейчас разберемся и поймем, где наши проблемы и как их решать. Итак, значит, разобрались. Теперь давайте посмотрим конкретно на всю систему этого нашего бизнеса. Начинаем мы бизнес, можно вообще систему бизнеса, можно разделить на множество этапов. Вот сейчас мы с вами сначала разделим на три этапа эту систему. Вот посмотрите, три больших колонки, да. Потом мы, когда немножко познакомимся поближе, мы разделим одну колоночку еще на несколько, там, на четыре этапа и так далее. То есть мы будем с вами углубляться по мере прохождения вебинара, для того, чтобы понять, где наши проблемы и как нам нужно эти проблемы решить. Итак, начинаем мы с трех этапов. Значит, у нас самый последний этап, вот мы с него, так сказать, и начнем. То есть не с начала, не с первой колоночки, а с последней колоночки начнем. Итак, мы должны в результате нашего бизнеса получить прибыль. Вот чтобы получить прибыль, мы говорили с вами на первом нашем слайде, говорили о том, что для того, чтобы получить прибыль, то, значит, если у нас действительно бизнес, то прибыль у нас должна быть получена от продажи продуктов, от продажи услуг и так далее. То есть мы должны иметь какой-либо продукт. Вот в первую колонку мы с вами и поставим все продукты. Вот я сейчас сразу же покажу вам все пять видов продуктов, которыми мы с вами владеем. Вот вы сейчас внимательно слушайте и оценивайте, какие продукты у вас есть в руках. Первый продукт, который мы можем спокойно продавать, который мы можем получать, с которого прибыль, это физический продукт. Что такое физический продукт? Это любой продукт, который мы сможем с вами подержать в руках. Ну, например, вы сетевой, так сказать, бизнесмен. То есть у вас сетевой бизнес. Любая сетевая компания обязательно предлагает, если она не финансовая пирамида, она обязательно предлагает какой-то физический продукт. И любой человек, который работает в сетевом бизнесе, он этот физический продукт держит в руках. И от продажи этого физического продукта он имеет прибыль. Это первый, так сказать, физический продукт. Может быть, физический продукт, например, продан не чисто из рук в руки, а так как мы в интернете, мы можем этот физический продукт продать через интернет, через интернет-магазин. То есть в интернет-магазине могут лежать физические продукты, которые там компании будут отправляться. Самое главное, чтобы у нас их заказывали, физические продукты. Это первый, так сказать, продукт. Второй продукт, который тоже является продуктом, это услуга. Услуга – это очень хороший, кстати, сказать продукт. Почему? Особенно для интернета. Потому что услуга – это ваша помощь. То есть вы владеете какой-то ценностью. И вы этой ценностью готовы поделиться. Вот, например, я больше всего в интернет, я заработала, я вам честно скажу, я больше всего заработала на услугу. То есть я оказывала услуги, например, по селоптимизации блога. Вот мне дают задание техническое, дают блог, я его оптимизирую. Это вот такая моя услуга. Я на этом очень хорошо зарабатываю. Или такая услуга – создать блог. Вот вроде бы как бы я делаю продукт уже готовый, но я все равно его создаю. Если я создала блог, за это тоже очень хорошие деньги платят. Людям, особенно сетевикам, сетевикам, им нужны прямо эти блоги, они вот не готовы, они вникать в эти все технические моменты. Им самое главное – получить блог и получить информацию о том, как там публиковаться. Пожалуйста, вот услуга, которая очень хорошую прибыль дает. Вот вы оцените у себя, какой ценностью вы обладаете. То есть вы можете вполне давать какие-либо конкретные услуги. Ну, например, еще такая услуга – вы человек с юридическим образованием. У меня, например, есть знакомый, с которым мы до сих пор дружим, и он начинал со мной в интернет. У него сейчас очень хороший блог, и практически на этом блоге вся информация идет, которая связана с налогами. То есть очень хороший, очень развитый блог. Человек отдает всю информацию по налоговой системе, дает консультации по налогам, ее приглашают на вебинары по налогам, и она этим зарабатывает очень хорошие деньги. То есть это тоже услуга, которую можно продавать и получать прибыль. То есть вы вот делаете такой вывод. Вот здесь у нас есть человек-архитектор, который тоже готов давать очень интересную информацию. По такие услуги чисто, ну, проекты какие-то, я так понимаю, консультации, например, там, геодезические, где можно чего-то построить, где чего-то нельзя построить и так далее. То есть вот очень хороший момент – это услуга. Третий пункт – это информационный продукт. Информационный продукт – это, опять же, посмотрите, вот различайте все три вида продукта, да, физический продукт мы можем подержать в руках в результате, да. Услуга – это вы даете какую-то консультацию и работаете с этим человеком. А информационный продукт – вы просто отдаете готовую информацию. Вы тоже обладаете какой-то целью, но вы готовы эту информацию запаковать, например, на каком-то диске или запаковать в каком-то архиве и отдать эту информацию с вами. Люди с удовольствием эту информацию будут брать. Следующий продукт – это четвертый, это инструмент бизнеса. Про инструменты бизнеса мы с вами очень много говорили. Самые распространенные инструменты бизнеса – это, например, сейчас конструкторы. Конструкторы, какие-то роботы, там, занимающиеся автоматизацией, да, какие-то там рассыльщики, вот эти вот все вещи, там, респондеры и так далее. То есть вот эти вот вещи, они сейчас, ну, очень востребованы, потому что люди все пришли работать в интернете. Следующий продукт – это партнерство. Вот я сейчас вам говорю о партнерстве, которое является, больше всего относится к сетевым компаниям, то есть к людям, которые занимаются сетевым бизнесом. Вот посмотрите, у нас получается, что партнерка, мы очень часто говорим партнерка, путаем с партнерством. Вот партнерка у нас первые четыре продукта, то есть физические услуги, информационные инструменты бизнеса, они могут быть партнерками. То есть вы продаете, какие-то чужие услуги продвигаете, вы какой-то чужой физический продукт продвигаете и получаете с этого процент. Это партнерство. А партнерство – вы предлагаете человеку возможность заработка. То есть человек не просто, там, даете ему что-то в руки, типа физического продукта, а даете ему возможность. Помните такой разговор, то есть вы не рыбу ему даете человеку, а даете удочку, чтобы он сумел эту рыбу выловить. То есть вот это еще один продукт, который можно продвигать, за который можно получать прибыль. Ну вот все пять продуктов у нас с вами есть. Я думаю, что вы сейчас понимаете, какие у вас продукты есть, и сейчас быстренько мне в чате покажете номерами, где какой продукт у вас, кто владеет каким продуктом. Вот вы сейчас оценили то, что у вас есть в голове, и я хотела бы, чтобы вы сейчас написали мне в чате номер продукта, не просто номер продукта, который у вас уже есть в руках, но я надеюсь, что я, возможно, дала какой-то толчок на то, чтобы вы подумали и решили, что вы можете еще что-либо дать. Вот, пожалуйста. Вот Александр Зорин, аж один, два, три, четыре, все есть у него. Отлично. Все пять кто-то пишет. Видите, вот, видите, какими вы возможностями обладаете. Вот вы можете, ну, замечательно зарабатывать. Посмотрите, сколько у вас есть в руках продуктов, которые вы можете, за которые вы можете получать прибыль. Но первый-то у нас с вами ответ, что-то очень много было нулей и пятерок, а десяток было очень мало. Так в чем же дело? Вот, Татьяна, пять продуктов уже готова отдавать. Да. В чем же у нас с вами дело? Вот посмотрите, у нас от продукта до результата есть еще один столбик. И вот этот столбик у нас, ну, прям-таки является вот, судя по тому, сколько я вот работаю, вот этот столбик является не просто столбик, а это получается какой-то огромный вырытая канава, через которую перепрыгнуть, ну, практически, будем говорить, достаточно трудно, но возможно, скажем так, да. Что же это такое? А это маркетинг. Что такое маркетинг? Все знают. Вот как переводится слово маркетинг? Кто-то может написать план, так. Рынок, правильно, это рынок. В переводе с английского языка это рынок маркетинг. Ну, правильно, если Владимир молодец, если так брать более глобально, то это, конечно, продвижение на рынке, правильнее сказать. Вот так. Рынок – это маркетинг. А маркетинг, вот это вот окончание, оно дает такое, не скажем же мы рынкование, правда, мы скажем продвижение на рынке, то есть правильное совершенно. Это вот эта форма, которую Владимир назвал, это продвижение на рынке. Продвижение на рынке вашего продукта. Вот маркетологи, я уже говорила на прошлом занятии, это люди, которые надеют золото. Это вот люди, которые умеют продавать. Вот которые как-то видят, понимают, знают, что нужно людям и так далее. Вот эти вот вопросы у них прямо все вот как-то вот они чутьем, вот какой-то своей аурой понимают. Какой бы они ни пришли компанию, вот такие вот, есть универсалы-маркетологи, да, какой бы они компанию ни пришли, какой бы продукт они ни продавали, они сразу как-то быстро очень подстраиваются под тех покупателей, очень быстро создают информационное поле и продвигают этот продукт. То есть вот это люди такие особые. Но вы посмотрите, ведь зайдите, вот я не знаю, как в России сейчас, но в Белоруссии, рынки-то остались у нас. Вот те самые рынки, которые были у нас там в 90-х годах, они сейчас стали более такие, ну, я не знаю, какие более такие совершенные, что ли, эти рынки. Но все равно люди продают. И вы посмотрите, сколько людей продают на рынке. То есть люди, обычные совершенные люди, но все-таки умудряются продавать. Значит, есть такая возможность продажи. Так давайте посмотрим. Вот посмотрите, у нас три с вами столбика. Давайте посмотрим, что же это за столбики такие, и почему они являются такой вот большим каналом, который невозможно перескочить. Вот правильно Виктор подсказал. Более цивилизованные рынки. Первое, это что мы должны с вами знать, это мы должны звать с вами целевую аудиторию. Вот те, кто меня знает, те, кто со мной работал еще по созданию блога, те мне очень часто говорят, Ирина, вы замучили нас своей целевой аудиторией. Вот целевая аудитория, целевая аудитория. А вот вы куда бы ни зашли, на какой бы вебинар, где бы вы не были, обратите внимание, что ни один спикер на вебинаре не пропустит эту тему, целевая аудитория. Почему? Да потому что вам нужно найти людей, которым нужен ваш продукт. И если вы не найдете людей, которых интересует ваш продукт, вы, естественно, ничего не продадите. Поэтому маркетолог, настоящий маркетолог, который действительно вот такой ценный товарищ, он, этот человек, очень быстро ориентируется, кому нужен этот продукт. Значит, как подобрать целевую аудиторию, вам, мы будем говорить с вами на практическом занятии еще. Мы будем очень четко с этим вопросом разбираться, потому что мы будем завязывать с вами ВКонтакте нашу целевую аудиторию в название группы, в которой мы будем работать, или название паблика, в котором мы будем работать. Мы будем завязывать свой профиль, оформление профиля, и все это будет завязано на целевую аудиторию. Но это не будет завязано на продукт. Вот даже, слушайте меня внимательно, То есть вы предполагаете, что вы придете и будете продавать продукты, вы будете о нем рассказывать. Нет, вы будете рассказывать и играть на проблемах вашей целевой аудитории. Вот что нужно вам найти, понимаете. Вот мы это будем с вами делать в пятницу, три часа вот по этому же адресу, который мы сейчас с вами находимся. То есть вы придете и мы с вами поэтапно этот вопрос будем решать. То есть как найти целевую аудиторию мы будем с вами разбираться более подробно. Второй этап. Вот я уже немножко сказала о нем. Если мы нашли с вами целевую аудиторию, целевая аудитория у нас большая. Например, вот такая целевая аудитория, которой нужна косметика. Посмотрите, косметика она же очень разная. Кому-то нужна косметика, например, для волос, а кому-то нужна косметика для лица, а кому-то нужна косметика целлюлит подтянуть, а кому-то нужна косметика шею подтянуть и так далее. Ну, много там направлений всяких, я думаю, что вы это знаете, да? И вам нужно в вашей готовой целевой аудитории, так как продуктов у вас много, найти еще вот этих вот людей. И конкретно этим людям дать то, что им нужно. То, что будет решать их конкретные проблемы. Поэтому в своей целевой аудитории надо еще найти вот эти вот критические точки, с которыми вы будете с людьми работать. Вот этот вопрос очень хорошо решается в социальных сетях. Но опять определенным образом, здесь надо эти вещи очень четко понимать. И последнее. Вы должны предложить людям решение проблемы. И вот посмотрите, если вы действительно так уже занимались этим вопросом, то вот этот последний пункт решения проблемы, это что такое? Вы решаете у людей, предлагаете им свой продукт, решаете его проблему и закрываете сделку. А как только вы закрыли сделку, вы получили прибыль. Вот эта цепочка вам понятна? Значит, смотрите, нашли целевую аудиторию, определили их критические точки, предложили им конкретно ваш продукт и закрыли сделку. Вроде бы все очень просто, правда? Но почему-то это не у всех получалось. А почему не у всех получалось? Ну вот давайте посмотрим с вами вот такую вещь. Это, так сказать, первый секрет, о котором мы сегодня с вами говорили. То есть мы говорили о том, что есть люди, которые очень хорошо понимают, как это все делается, кожей чувствуют, ауру свою, да? А есть люди, которым нужно учиться. И учиться надо нам с вами, хотим мы это или нет, нам необходимо научиться навыкам маркетолога. Вот чуть попозже мы поговорим с вами о ступеньках, которые мы должны будем освоить, да? Так вот, первый секрет, который мы должны с вами понять, а тема у нас сегодня секреты, технологии привлечения клиентов и партнеров, да? Первый секрет, который является секретом Палешинеля, да? Его все практически знают. Это нам нужно освоить навыки маркетолога. Вот что нам необходимо сделать. Значит, эту задачу мы должны с вами решить. Итак, давайте попробуем посмотреть, как же известные успешные компании продвигают свое бизнес. Ну, вот такие компании, как, например, Procter & Gamble, или такая компания, как Schwarzkopf & Hempel, например, там какие-то лаки для волос и так далее, я все на косметику перехожу, да? Или какая-то там Цептер посуду продвигает. Ну, как вот они это делают? Вот как это делается? Вот смотрите, они же продают, они же успешные компании. Вот подскажите мне, как они это делают? Как они находят свою целевую аудиторию? Вот то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, все правильно. О чем мы сегодня с вами будем говорить, мы будем говорить о классических. Вот тех, которые базовые понятия, которые не меняются, они вот конкретные. Хорошая реклама, совершенно верно. Приглашают на презентацию. Ну, кого они приглашают? Сначала делают рекламу, да? Сначала делается реклама. Посмотрите, вот телевизионная реклама уже замучила все. У них идет, это обратный вопрос. Обратная такая система. Мы с вами ищем целевую аудиторию, да? А они эту целевую аудиторию дают рекламу, и целевая аудитория сама на них идет. А маркетолог в это время, вот, хорошие маркетологи, хорошо они трудятся. А маркетолог в это время идет каким образом? Вот посмотрите, мы только что с вами сказали, да? Мы ищем целевую аудиторию, смотрим критические точки, а потом предлагаем решение проблем. А они идут с обратной стороны. Они сначала решают, какие проблемы решает их продукт. Вот это тоже так запомните для себя. Вот мой продукт может решить вот такие вот проблемы. А эти проблемы, которые решает мой продукт, каких у людей будут критическими точками? А вот такими критическими точками. Значит, критические точки должны вывести меня вот на такую целевую аудиторию. А если это будет такая целевая аудитория, значит, мне нужно сделать рекламу, чтобы эта целевая аудитория ко мне пришла. И люди сами как бы приходят в магазин, понимают, о чем идет речь, сразу быстро находят этот продукт и раскупают эти продукты. Вы поняли? То есть мы идем с вами с одной стороны, привычной такой стороны. А маркетолог, который приходит на компанию, он идет с обратной стороны. То есть со стороны продукта. И я вам советую, когда вы будете искать свою целевую аудиторию, сделать вот такой последнего шага, пойти на поиск, даже не на поиск своей целевой аудитории, а на описание своей целевой аудитории, чтобы понять, что это за целевая аудитория. То есть мы должны с вами понимать, что нам целевая аудитория скажет, что это мужчины там от 30 до 80 лет. Это не целевая аудитория. Это неправильно совершенно подход. Здесь должно быть очень точное попадание. И это достаточно серьезная такая работа. Итак, где мы с вами можем найти нашу целевую аудиторию в настоящий момент? Ведь мы с вами работаем в интернете, А раз мы работаем в интернет, то больше всего людей, конечно, находятся в социальных сетях. А так как мы с вами русскоязычные люди, то, естественно, больше всего нашего целевого посетителя – это ВКонтакте. Мало того, что ВКонтакте, так еще просто там много очень людей, 220 миллионов, там человек находится практически ежедневно. Ежедневно, да? Но плюс еще к тому же, там еще и люди, которые разбились уже по группам. И которых уже рассказали про свои проблемы. Вот эти группочки только нам нужно будет с вами найти. А потом с ними начинать работать. Так, вот Светлана задает вопрос. Значит, надо прежде всего сказать, проблемы, которые решают продукт. Светлана, я еще раз повторяю, вот этот ход, который вы сейчас сказали, совершенно верно. Но вам надо пройти эту цепочку и от продуктов в целевую аудиторию, и представить целевую аудиторию, и продумать, какие у нее могут быть проблемы. Если у вас уже продукт в руках, то, конечно, оптимальный вариант тот, который вы сейчас, о котором вы сейчас говорите. Итак, если мы с вами начнем искать людей в целевую аудиторию ВКонтакте, если мы начнем сейчас работать так, как мы должны с вами работать ВКонтакте, то мы с вами жить нормальной жизнью перестанем. У нас не будет с вами времени. Это надо сидеть. Вот я пока готовила группу, например, для того, чтобы работать ВКонтакте. Знаете, я где-то, наверное, недели полторы, это у меня еще в подкорке где-то крутилась там информация, да, я недели полторы искала, а какие группы ВКонтакте есть и по каким ключевым словам они подходят, а сколько этих групп у нас по этим ключам, а как это будет в Яндекс.Директе, как это будет в Эдвардсе, и везде как вот это будет отображаться, да, и как это можно будет все совместить. То есть это такая очень серьезная работа, очень тонкая работа, которую нужно пройти. Я надеюсь, те, кто был у меня на последнем занятии закрытом, они домашнее задание это выполнили. Время было достаточно много. Ну, праздники, конечно, но все-таки. Потому что мы с следующих занятий уже начинаем конкретно заниматься целевую аудиторию. Итак, вот для того, чтобы мы могли с вами работать ВКонтакте, я вам предлагаю робот. Такой робот, который у нас легальный робот, который достаточно чисто работает, который очень хорошо заточен на то, на то, чтобы там аккаунты дополнительные, на то, чтобы его нигде не отлавливали и не банили. То есть вот эти вот моменты, они очень такие хорошие для работы ВКонтакте. Я его опробовала, этот робот. Сейчас у меня, вот на сегодняшний день, это у меня третья неделя подходит. Нет, меньше трех недель. Нет, третья неделя уже пошла, да. Закончилась, вернее. Сейчас у меня практически 500 человек в группе, которые пришли для работы, для по целевой, целевая аудитория конкретно, которая пришла ко мне в группу благодаря вот этому роботу. Вот я сейчас вам покажу шестиминутный ролик, мой ролик, да, который рассказывает вот об этом роботе. Я хочу, чтобы вы посмотрели на него, на этот ролик. И еще с одной точки зрения. Вот этот ролик, он 6 минут. Но так как у нас впереди с вами работа в социальной сети, а в социальной сети, неважно в какой мы работаем, во всех сетях практически идет работа одинаковая, да. Вот этот ролик, который я вам сейчас покажу, его бы надо укоротить, и я его укорочу, да. И такой ролик мы потом с вами будем предлагать, например, тем людям, которые хотят с нами работать. То есть которые хотят, отозвались на наш призыв, мы потом через какое-то время будем предлагать вот этот маленький ролик по своему продукту. Я продвигаю Альтрафик, да, вот этот вот робот, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Я такой вот маленький ролик сделала, но я его сделала на 6 минут, еще раз повторяю. А его надо сделать на 2, на полторы-две минуты. Давайте его посмотрим. А там он будет и «Здравствуйте» будет звучать, и остальное все будет звучать. Ну, посмотрите, вот его как, ну, можно сказать, как образец. Смотрим. День добрый, с вами Смирнова Ирина и команда «Бизнес-система» «Партнер Трайф». Каждый из нас хотя бы один раз в жизни пытался создать свой бизнес. У нас возникала идея, мы покупали инструменты, создавали собственный продукт, пытались его продвинуть на рынке и получить прибыль. Но вот с идеями у нас проблем не было, с инструментами тоже. Продукт у нас получался очень качественный, а вот прибыль почему-то часто очень не росла, а наоборот падала. Весь вопрос заключается в правильном маркетинге. То есть, это работа наша с вами, правильная работа на рынке продуктов, которые мы собираемся продвигать через интернет. Маркетинг перед нами ставит несколько вопросов. Давайте попробуем мы на эти вопросы с вами ответить. Итак, первый вопрос, который обычно возникает, это что мы будем продавать? Второй вопрос – кому? Третий – где, когда и как? Эти вопросы ставит классическая система маркетинга. Эти вопросы всегда стоят перед маркетологом, когда перед ним стоит задача продвинуть продукт. Итак, давайте посмотрим, как же мы будем работать в интернете, продвигая наш интернет-продукт. Первый вопрос – что? Что мы будем продвигать? Мы можем продвигать любой инфопродукт, любой продукт, который мы создали в интернет. Мы можем продвигать с вами физический продукт, тот продукт, который нам предлагают, например, какие-либо сетевые компании, или тот продукт, который вы создали на своем производстве. Мы можем с вами продавать в интернет партнерство, например, партнерство с сетевой компанией, потому что нам необходимо создавать собственную команду. И это тоже продукт, который должен продвигаться на рынке. Следующий вопрос, который у нас возникает, это кому мы будем продавать. Продавать мы должны конкретно нашей целевой аудитории. Но найти такую аудиторию достаточно сложно. Третий вопрос, где мы будем продвигать? Оптимальный вариант для работы в интернет продвигать ваш продукт и продавать его. Именно в социальных сетях, потому что именно в социальных сетях находится ваша потенциальная целевая аудитория будущих клиентов и партнеров вашей компании. Когда мы будем продавать? В интернет для успешного продвижения бизнеса необходимо работать 24 часа 7 дней в неделю. А это значит, что на вашу жизнь личную практически времени не остается. Вот чтобы нам с вами жить полноценной жизнью и успешно продвигать наш продукт, нам нужно ответить на вопрос, как мы это будем делать. Мы предлагаем вам современный робот, который называется Alt Traffic, который будет выполнять вашу работу 24 часа 7 дней в неделю. Работать он будет и искать вашу целевую аудиторию в социальной сети ВКонтакте. Давайте поближе с ним познакомимся. Робот – это программа, которая определенным образом настраивается. Внутри робота есть несколько опций. Первая опция – это настройка дополнительных групп ВКонтакте. Вы можете здесь создать дополнительно 5 новых аккаунтов. После настройки аккаунтов ваша задача – найти группы, с которыми вы будете работать. Для этого существует вот такой конкретный отбор по поисковой фразе. Например, такая фраза, как «сетевой маркетинг» вводится просто вот в это поле поисковая фраза. Вы настраиваете выкладку групп, выбираете территорию. Если вы продаете физический продукт, значит, вы можете выбрать даже город. И просите найти эти группы. И посмотрите, вам выкладывается 1401 группа. Здесь вы выбираете для себя те группы, с которыми вы собираетесь работать. Вот те группы, с которыми проводится работа, помечаются вот такой фразой «отслеживается». Если у вас группа не отслеживается, то вы просто кликаете на нее, кликаете вот на эту клавишу «начать отслеживание». Работа начинается именно с этой группой. Если же вы хотите прекратить отслеживание этой группы, то вам достаточно кликнуть вот на эту клавишу «прекратить отслеживание». Таких групп у вас должно быть. Именно со 100 группами работает наш робот. Выходите на работу с отслеженными участниками. Робот сам подбирает людей, с которыми он собирается работать. Здесь у нас три цикла. Первый цикл – это лайки. Второй цикл – добавление в друзья. И третий – приглашение в группу. Давайте посмотрим, сколько у нас отлайканных участников за последний цикл. Посмотрите, 1198 новых участников. Очень аккуратненько робот работает с вашей целевой аудиторией. После того, как проходит цикл лайки, вы останавливаете этот цикл и переходите в цикл добавления в друзья. Запускаете этот цикл и начинается новый рабочий цикл. Переходим приглашение в группы, запускаем цикл и начинается работа приглашения людей в вашу группу. Внутри самого робота вы можете работать с теми аккаунтами, которые являются у вас рабочими. Как видите, работа очень простая и очень качественная. Программа работает очень аккуратно и очень качественно. Программа легальная, и она очень быстро найдет вашу целевую аудиторию и увеличит ваши продажи. Всю информацию о приобретении программы и обучении работы с ней вы найдете внизу под видео. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина и команда бизнес-системы «Партнер Трафик». Вот такая маленькая программка, которую я попыталась рассказать в этом ролике. Но еще раз повторяю. Этот ролик, наверное, хорош для нашего с вами вебинара. А вот ролик для того, чтобы работать, предлагать свой продукт, нужно делать намного короче. Поэтому мы с вами должны научиться делать такие ролики, чтобы конкретно показать все те выгоды, которые у вас есть от вашего продукта. Спасибо большое. Итак, мы работаем с вами в социальных сетях ВКонтакте. Давайте мы с вами пойдем немножечко дальше. Социальная сеть ВКонтакте. Вот что мы с вами будем, как мы с вами вообще классически, чем мы должны владеть, чтобы мы действительно могли хорошо работать в таком направлении маркетинга. Вот давайте посмотрим. В любом случае в социальной сети это ВКонтакте или это где-то вы, ну, например, в сетевом маркетингу, да, или вы осваиваете какой-то новый там продукт. Неважно. Первая ступень это освоение правил, навыков и действий. Значит, что такое правила, навыки и действия, например, в соответствии с сетью ВКонтакте, социальной сети. Это вы пришли в социальную сеть и начали с ней знакомиться. Вот если мы с вами сейчас, например, разложим это на человеческую жизнь, а это очень такой хороший расклад будет, то правила, навыки и действия – это период ребенка, который только вот начал ползать, который только встал на ножки, который начал что-то там ощупывать, который начал понимать, что вот это трогать нельзя, здесь будет больно, а вот здесь будет хорошо. Хорошо, вот эта конфета сладкая, вот эта горчица горькая и так далее. То есть вот это вот такой вот уровень ВКонтакте. Значит, я хотела бы, чтобы сейчас, пока я вам это все рассказываю, вы примеряли все это на себя. И так как мы сейчас говорим о социальной сети ВКонтакте, то я хотела бы, чтобы вы примеряли это на все свои правила, навыки и действия, на все свои возможности, которые есть у вас. Именно при работе в социальной сети ВКонтакте. Идем дальше. Следующая ступень какая? Если это к человеческой жизни относить, то это ступень школьника. Это человек, который получил уже там знания, например, по работе с компьютером, он взял ручку в руки, он начал что-то писать. Он научился каким-то техникам, например, на уроках рисования научился рисовать, на уроках физкультура научился бегать правильно, на уроках пения научился правильно петь и так далее. Что значит в сети ВКонтакте? Вы получили на этом уровне инструменты. Какие инструменты? Вы знаете, на какую кнопочку нажать, чтобы поставить лайк. Вы знаете, как, например, оформить правильно там ваш аккаунт. Вы знаете, как создать мероприятие. Вы знаете, как создать группу. Вы знаете, как поделиться. Вы знаете, как идет распространение лайков. То есть вот такие вот, вы знаете, вот такую технику, технику работы ВКонтакте. Это вторая ступенька. Третья ступенька, эта ступенька опять относится ко всем, так сказать, бизнесам. Это уже технология. Это ребенок, который закончил школу, возможно, он закончил институт. Человек, да? И он уже понимает, что чтобы получить что-то, надо сделать вот такие-то шаги. Первый шаг такой, второй шаг такой, третий шаг такой, четвертый шаг такой. То же самое и ВКонтакте. Вы должны понимать, что если вы хотите, чтобы у вас действительно появилось какое-то вирусное распространение ваших каких-то, какой-то информации, вам необходимо, чтобы у вас, вы должны сделать там, создать пост. Пост должен иметь, например, какой-то там, на первом шаге, да, пост должен иметь какую-то интересную картинку, чтобы на него обратили внимание. Вы должны выложить его вот в такое-то время. Вы должны сделать вот такое вот действие там дальше. Дальше там у вас идет и так далее, и так далее, и так далее. Это какие-то определенные шаги. То есть вы должны знать определенные технологии. Ну вот, это третья ступень, да? Но вот вершиной всего является система. Что такое система? А система – это такое конкретное действие, которые должны выполняться конкретно в определенном порядке, который не имеет права пропустить ни одного шага, который дает результат. То есть это, если к человеческой жизни относиться, да, это человек, даже можно сказать, что, ну вот мы можем, чтобы было более понятно, это бизнесмен, который все свои знания выложил в определенную систему и получил результат. Он обеспечен, он счастлив, у него хорошая семья и так далее. Он вывел всю свою жизнь в определенную систему, которая у него работает и которая дает положительный результат. Что же это такое в социальной сети ВКонтакте? И что же это такое вообще в любом бизнесе? Значит, вот я еще раз хочу вам сказать, что вот эти четыре ступеньки – это те ступеньки, которые… Это классическая, так сказать, классические ступени к вершине, вот к такому горе, к такой треугольнику, да? Вот эти четыре ступени, они все вкладываются в любой бизнес. В сетевой бизнес. Вы пришли, научились там разговаривать и так далее. Вы получили какие-то инструменты там от вашего спонсора. Вы научились каким-то технологиям по шагам, как надо приглашать и так далее и тому подобное. И вы выложили это в систему. Вот как только вы выложили это в правильную систему, у вас начались подписки, у вас начались продажи и так далее. То есть на любой бизнес, какой бы вы ни захотели, вы должны положить эти четыре ступеньки. А сейчас попробуйте оценить свои знания и навыки. И самое главное, ответьте мне, пожалуйста. Вот есть ли у кого-нибудь сейчас у нас здесь, в нашем зале, система, которая приносит вам, так сказать, результат полный. Или вы находитесь на третьей ступени, на технологиях, вы подбираетесь к этой системе. Вы поставьте мне просто первое, один, два, три, четыре. А вот кто-то пишет, что супер-альт система. Ну да, там надо определенные шаги делать, да. Кто-то вот на тройке, кто-то между тройкой и четверкой. Ну да, это обычно так и бывает, потому что... Молодец, Александр, потому что в любом случае нам нужно с вами оценить, найти все свои ошибки, открыть все секреты, которые нам необходимо с вами решить и которые необходимо понять. Итак, вот эти вот четыре у нас этапа. А теперь секрет два. Секрет два это то, что если вы хотите, чтобы у вас действительно, действительно была прибыль, чтобы действительно работали, то ваша система должна работать. А вот теперь я вам дала пирамиду навыков и возможностей, да. А теперь мы с вами переходим конкретно к системе. Система это тоже классика. Вот эта классика опять укладывается абсолютно на любой бизнес. Вот посмотрите вот на эту таблицу. Три столбика. Четыре элемента системы. Второй столбик. Это так, как это все выкладывается в бизнесе. Здесь я немножко, так сказать, спектрила. Я вам дала не просто бизнес, я дала вам интернет. А так, как я говорю сейчас в контакте, так как я говорю об альтрафике, то последний столбец в контакте, где подписано, это те элементы, которые у нас данные системой в контакте, да. Итак, то есть система, которая должна быть в контакте. Значит, смотрите. Элементы системы. Первое. Это создание потока. Какого потока? Потока покупателей и клиентов. Без этой первой ступеньки вы ничего не делаете. Как создается поток большими фирмами? Мы только что с вами говорили. Он создается рекламой. То есть это реклама, это поиск целевой. То есть я обобщила, конечно, это все. Но на примере того, о чем мы с вами только что говорили на вебинаре, то есть я вот как раз и выбрала вам, что, например, Procter & Gamble дает большую рекламу, например, на том же телевидении, да. Немножко в контакте, я попозже с вами поговорю, да. Дальше вторая у нас, второй пункт, это захват внимания. То есть мы с вами создаем поток, а потом мы должны с вами захватить внимание людей, целевой аудитории из этого потока. опять целевая аудитория, опять вы должны иметь знание своей целевой аудитории и создать рекламу или общение с людьми так, чтобы захватить их внимание. Вот вы посмотрите, мы все время говорим, знаем целевую аудиторию, знаем целевую аудиторию, там надо найти целевую аудиторию, надо найти там еще чего-то и так далее. А зачем мы эту целевую аудиторию ищем-то? А мы ищем ее для того, чтобы, так сказать, уже на горячие проблемы, те, которые лежат, мы должны это внимание этих людей привлечь на себя. Вот это вот самая большая проблема конкуренции. То есть посмотрите, очень многие, например, компании решают одни и те же проблемы. Вот здесь важно захватить внимание именно вашим продуктам. Вот это второй элемент системы, который необходимо решить. И решить его без знания целевой аудитории невозможно. Но мы будем потом говорить на эту тему более подробно, а сейчас вот просто вот ознакомительно тогда. Третье. Ну, захватили внимание. Ну, посмотрел он на вас. Ну, подсказал он, что да, там, да, хороший у вас продукт и так далее. Но нам-то нужно, чтобы он один раз купил продукт, а потом захотел еще раз купил этот же продукт. Мы должны удержать это внимание. Вот здесь у нас, так сказать, два совмещения двух этих вот моментов. Удерживание внимания – это лендинг в интернет. Что такое лендинг? Это посадочная страница. На этой посадочной странице у нас есть с вами подписная форма. Если человек оставил свой e-mail, вы его захватили в свою, так сказать, орбиту. И вы будете ему потихоньку отправлять конкретно какие-то предложения, письма. Он уже у вас. Если вы очень корректно будете удерживать его внимание, то он от вас не уйдет. Если же вы будете его долбить, купи, 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 каждый день по три раза, извините за такую грубую, так сказать, информацию, да, то он от вас просто отпишется. То есть вот на этом третьем пункте задача – удержание внимания. И вот если брать бизнес, любой бизнес, интернет-бизнес, то это значит, вы должны получить его в свою подписную базу. Вот основная задача, да. Ну и четвертое – это закрытие сделки. Вот здесь нужна помощь. То есть вы так должны уметь продавать, что вы должны в своих письмах дать ему информацию. Помощь, чтобы он понял все, так сказать, положительные качества вашего продукта. То есть он сомнимается, значит, доказать ему помощь, так сказать, сработать с его возражениями, чтобы он купил ваш продукт. И в финале, чтобы продажа состоялась, то есть сделка закрылась. Вот эти четыре пункта вы можете накладывать, четыре пункта системы вы можете накладывать абсолютно на любой бизнес. А теперь посмотрите, как мы будем работать в ВКонтакте. Создание потока будет вам делать трафик. Вот этот вот самый робот, о котором мы с вами говорили. Он вам создаст поток. Если вы будете хорошо знать свою целевую аудиторию, то он вам приведет людей, тех, которые вам нужны. То есть вы, когда настраивать его будете, то есть в любом случае реклама нужна делать. Вы представляете проблему вашей целевой аудитории, вы найдете по ключевым словам те группы, в которых нужно, чтобы он работал, да, и он вам приведет людей. Он создаст поток. О потоках мы тоже будем говорить отдельно, потому что потоков у нас несколько. Ну не только даже вот с контактом. Мы будем говорить о потоках, которые вообще приведут к нам в бизнес людей, да. Второй пункт – захват внимания. Вот в ВКонтакте и вообще в любой социальной сети запомните. Захват внимания у вас будет профилем вашим или вашей группой, смотря куда вы будете вести поток. Если вы будете продвигать себя, то, конечно, вы будете альтрафик вести на свой профиль. А если вы будете продвигать какой-то продукт, то вы будете вести альтрафик, людей с альтрафика будете вести на свою группу. В профиле вы можете создать паблик, то есть в ВКонтакте, например, да, или бизнес-страницу в Фейсбуке. Это не важно, да. Там принцип-то один и тот же у нас. А вот если группа у вас, если продукт продает, то вы будете создавать группу. И альтрафик заточен в основном на группу. То есть вот здесь вы должны захватить внимание. Вот в этом случае у нас с вами профиль работает как лендинг. И вот почему я сейчас очень много времени выделяю тому, вот на практических занятиях, которые у нас есть, как правильно оформить ваш профиль и как правильно даже заполнить ваш профиль правильно. Потому что каждое слово – это поисковая фраза, которая выводит вас в поисковик Яндекса и Гугл. Понимаете? То есть к вам будут идти люди не только с контакта, они будут идти у вас со всех поисковиков. И это очень важно. Вот над этим мы будем работать в пятницу, да. Так, третье – удержать внимание. Удерживать внимание в социальных сетях надо контентом. Какой контент? Какой вирусный контент? Как его оформлять? Как делать? Это должен вы с вами говорить на практическом занятии. Ну и последнее – это продажи, закрытия и сделки. Об этом я уже сейчас вам говорить не буду. Я думаю, что мы уже с вами практически об этом поговорили. То есть они очень похожи в любом бизнесе. Да? Итак, вот я вам выложила вот эту вот систему, которую вы должны использовать. Теперь посмотрите. Вот она система. Классическая система. Я никак ее не назвала. Вконтакте – это еще где-то. Это просто классическая система, состоящая из четырех шагов, которые вы должны обязательно сделать. А теперь, если хотя бы один шаг не будет готов, например, как вот в Вконтакте, у вас будет плохо оформлен профиль. Будет у вас альтрафик работать на первом шаге. Он будет вам гнать людей, будет гнать, будет. И у нас они придут, посмотрят на ваш профиль и скажут, что я сюда пришла. Или на группу. Да, эта группа вообще мне не интересна. Вот вроде как вы подготовили даже своих, ну, свою целевую аудиторию. А вот группа будет оформлена не так, как надо. А вот контент в ней будет немножко не такой. И вся система у вас провалилась. Почему? Да потому что есть третий секрет. Система, она есть или ее нет. Она должна одной кнопкой включаться и одной кнопкой выключаться. То есть, если у вас хотя бы один шаг системы пропущен, то это уже не система. Что такое система? Например, автомобиль. Это система, да? Если у вас в этой системе не будет работать коробка передач, то никуда ваша машина не поет. Хотя она будет у вас стоять во дворе красивая, вымытая, чистая и так далее. Система – это самолет. Но я не буду вам продолжать. Вы все прекрасно знаете, что такое система. Вот этот секрет, опять же, это секрет, так сказать, поле Шнелли. Его все знают. На нем надо сосредоточиться так, чтобы вы поняли, что для того, чтобы добиться успеха, надо конкретно работать целеустремленно и конкретно, будем говорить так, планово, конкретно по шагам, конкретно так, как это необходимо. Итак, на этом я хочу сегодня закончить. Я хотела бы увидеть ваши вопросы и услышать ваше мнение. Вы согласны со мной или нет? Спасибо.